Здравствуйте, друзья! Это канал Пластмассовый Енот. И сегодня Олег научит вас менять ПО на термопластном автомате с контроллером КЕБА. Зачем нужно менять ПО? Смена ПО обычно когда происходит? Когда какие-то новые функции внедряются в прошивку. Когда происходят какие-то сбои в работе термопластномата. Когда клиент по какой-то причине короткого замыкания или чего-то по вине клиента происходит там слетела прошивка. Или клиенты бывают просят добавить какую-то новую функцию, например, 4 или 3 знак, 3 пневмоклапан. То есть для этого тоже меняется прошивка. Или поменять уровень доступа. То есть мы дорабатываем прошивку и присылаем клиенту новую. Для того, чтобы клиенту поменять прошивку, необходимо приобрести картридер. В чем нюанс? Нюанс в том, что у него должен быть разъем для флешек формата CF. Компакт флеш. Такой широкий разъем. Ну и отвертка для того, чтобы достать, соответственно, карту памяти из термопластомата. После того, как мы это все сделаем, необходимо будет подключиться к компьютеру и скинуть прошивку на компьютер. То есть необходим будет еще компьютер. Что мы сейчас и продемонстрируем. Первое, на что нужно прогонтролировать, это то, что толкатели должны быть в нулевом положении. Перед тем, как менять, доставать флешку. Это рекомендуется. Иногда термопластомат в какой-то сборе, если происходит, и не удается подвигать движение, то, в принципе, можно и оставить толкатель в том положении, в котором он есть. Но рекомендуется толкателю убрать в нулевое положение. Он уже у нас убран. Толкатель в нулевом положении. Далее обязательно нужно обесточить термопласт-автомат. Открываем электрический ящик. Соответственно, плата водовывода КЕБА. С правой стороны установлена карта памяти. Здесь вот небольшая прорезь для того, чтобы достать карту памяти. Отверточкой или с чем-то похожим на отверточку. Делаем вот такое движение. Карта памяти выходит. Мы ее достаем. Вот мы карта памяти, на которой вся прошивка. И все сохраненные пресс-формы хранятся вот на этой карте памяти. После того, как мы вытащили карту памяти, установку включать, соответственно, не нужно. После извлечения карты памяти из термопласт-автомата необходимо информацию, находящуюся на этой карте, перенести на компьютер, заархивировать и отправить инженеру нашему. Далее инженер присылает вам новую прошивку в архиве. Вы ее разархивируете, записываете на чистую карту памяти и вставляете карту памяти в термопласт-автомат. Вставлять нужно правильной стороной. Здесь, соответственно, вот такая вот выемка есть. Ее во внутреннюю часть. Она туда легко заходит. Вот, все, она на месте стоит. После этого, соответственно, включаем термопласт-автомат. Если смена прошивки происходит для внедрения новой функции, машина до этого была работоспособна, то после копирования прошивки на компьютер и отправки прошивки инженеру нашему, на машине дальше можно работать до получения новой прошивки. То есть просто обратно вставляете карту памяти и работаете на ней так же, как работали до того, как ее вытаскивали. Ну, соответственно, если машина, на машине какой-то сбой произошел, и вы нам скинули прошивку, то понятно, пока не устраним сбой, пользоваться машиной не нужно. После замены прошивки появляется небольшая такая проблема, которая легко устраняемая. Заходим на страничку знаков, мы видим, что знаки находятся не в положении выход, не горят зеленые квадратики, зеленым цветом. Соответственно, это решается все очень просто. Вот на данный момент тут настройки все те, которые необходимы для устранения вот этой вот проблемы. Знаки включены. Режим первый стоит, контроль по времени единички. Знак первый и знак второй. Режим 0,2, 0,2, вот как на экране. Все давления и скорости по нулям, и время срабатывания 0,1 секунда. Соответственно, включаем двигатель. Смотрим, что фактическое положение плиты подвижны больше, чем заданное. Заходим на страничку знаки. И теперь, нажимая на движение знака, добиваемся того, чтобы этот квадратик стал зеленым. И, соответственно, первый знак. Мы как бы программно показали машине, что знаки убраны. Все, после этого можно знаки выключать. Ну и, соответственно, работать на машине так, как вы работали ранее. Смотря на те функции, которые внедрились. Или сбой, который был до этого, смотреть на то, чтобы он устранился. Если данная процедура не будет проведена, и зеленые квадратики не будут гореть, ну, в зеленом положении выход, машина не даст нам двигать подвижной плитой толкателем. То есть будет возникать ошибка. После смены прошивки обязательно необходимо проделать вот эту манипуляцию и установить положение знаков в положение выход. Тогда машина будет работать так же, как она ранее работала, не вызывать ошибок. Это был канал Пластмассовый Енот. И сегодня Олег научил нас обновлять прошивку или ПО на контроле Рикеба. Если видео было вам полезно, пожалуйста, лайкайте нас, подписывайтесь, пишите комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok